Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Смерть в огне. В городе снова горел жилой дом. Почему не уцелел хозяин? Шокирующие кадры с места событий. Вымогал, чтобы обанкротиться. Он понимал о том, что на это имущество может быть наложен арест. Житель Бобруйска провернул финансовую махинацию. На чем погорел аферист. Мы начинаем. Сейчас срочная новость. Во дворе жилого дома рухнул строительный кран с людьми. ЧП произошло несколько часов назад в центре города. Люлька обрушилась во дворе на перекрестке Октябрьской и Горького. В ней находилось два человека. Сотрудники предприятия по обслуживанию жилфонда проводили плановую подрезку деревьев. Кран упал как раз в тот момент, когда рабочие находились на высоте четырех этажей. Их сразу доставили в центральную больницу. По нашей информации, сейчас они в реанимации. Известно, спецмашина три месяца назад прошла плановый ремонт. На месте ЧП сейчас работают следователи. От комментариев они, правда, пока воздерживаются. Мы следим за развитием. Вечер 16 января для бобруйских спасателей выдался поистине жарким. В 17 часов на пульт МЧС поступил звонок. На другом конце провода встревоженные соседи. Спустя еще пять минут на улицу Ванцети прибыли пожарные. К этому времени кровля дома уже вовсю полыхала. Жильцы по соседству сообщили, внутри может находиться человек. Несмотря на то, что было очень плотное задымление, большая температура, спасатели смогли проникнуть и обнаружили в одной из комнат домовладения обгоревший труп человека. Сейчас правоохранители проводят собственное расследование. Причина пожара и личность погибшего пока не установлены. По одной из версий это хозяин дома. В результате возгорания полностью повреждена кровля и частично обуглены стены внутри. Как отвертеться от назойливых кредиторов и обвести вокруг пальца десятки человек, знает 44-летний бобруйчанин. Мужчина сначала учредил частную фирму. После планировал открыть торговый центр. На строительство здания и закупку материалов взял кредит. Сумма займа без малого 2 миллиона рублей. Долг рос, запасы таяли. Финансовый вопрос в итоге был решен с помощью махинации. Подозреваемый переписал имущество на другую фирму, где тоже числился директором. Он понимал о том, что на это имущество может быть наложен арест, в процессе, когда кредиторы начнут обращаться в суд. То он заранее передал это имущество по акту приемопередачи на другое свое предприятие, в котором являлся и директор. За должность кредитором в общей сложности составила 1 миллион 800 тысяч. Прокуратура уже возбудила уголовное дело. Фигуранту может грозить 5 лет реального срока. К другим темам. Заблудился и приехал в Бобруйск. В начале января в Минской области пропал 43-летний мужчина. Его искали всей страной, а спустя несколько недель обнаружили за 100 с лишним километров от дома. О чем закончилась эпопея, Елена Кутузова лично уточнила у беглеца. Пропавшего в Минском районе 43-летнего мужчину со обморожением ног нашли в Бобруйске. Сейчас он находится в больнице имени Марзона. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. И теперь его жизни ничего не угрожает. В данный момент пациент находится в отделении гнойной хирургии. Проходит стационарное лечение. Состояние его ближе к удовлетворительному. Обморожение небольшой степени и небольшой площади. Поэтому пациент благополучно поправится и будет выписан домой. Данил Кокош поступил в приемный покой больницы в ночь на 13 января. Говорит, заблудился и приехал в Бобруйск на маршрутке. Тревогу о пропавшем мужчине забили родственники. Поиском занялись сотрудники столичного уголовного розыска. Он 10 января 2018 года в 18 часов ушел в неизвестном направлении из дома в городке Большевый Книнского района. Информацию о пострадавшем мужчине тут же распространили во всех регионах страны. В средствах массовой информации и в социальных сетях участие в операции приняли и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Ангел». Ориентировку с приметами просмотрели 23 тысячи пользователей ВКонтакте. Кирилл Глушаков – один из тех, кто состоит в группе поисково-спасательного отряда. По стечению обстоятельств старший пожарный и телефонист на медне мониторил ориентировки «Ангела». Услышав в сводках знакомую фамилию, оповестил все задействованные в поиске службы. Данил Кокош-Найдин. По информации, которую мне доводили, он зашел в какой-то магазин из города Бобруйска. Сотрудники охраны этого магазина на него обратили внимание и вызвали скорую. На вид сказали, что безобидный мужчина, но что-то с ним было не так. Благодаря слаженной работе городских служб и просто неравнодушных людей мужчина остался жив. Получил лишь обморожение ступней первой и второй степени. К слову, погода этой зимой преподнесла множество сюрпризов. Непривычное теплое начало года сменилось резким похолоданием. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время температура воздуха будет колебаться от минус 10 градусов ночью до нуля днем. Обещают и осадки в виде снега. Зима набирает обороты, поэтому теперь, планируя прогулку, надо одеваться теплее. Елена Кутузова, Иван Боровой, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Это была «Сирена». Больше новостей на нашем канале в Ютьюбе и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин